Друзья, всем привет! Меня зовут Данила Белоконь и это передача Автоньюз. Прямо сейчас мы с вами находимся в Бауске, поэтому я предлагаю не терять время и навестить одну раллийную команду на экшенс ралли. Погнали! Привет, Данил! Привет! Сколько лет, сколько зим? Приветствую в нашей базе команды. Спасибо. Дорогие друзья, хочу вас представить в Морис Нейкшенс. Многократный чемпион Латвии по ралли. И какие еще заслуги у тебя? Много ездил. Ралли, ралли-кросс, автокросс, зимний трек, ралли-рейды. Очень много всяких дисциплины, картинг. Сколько в общем лет ты потратил в Морис Нейкшенс? Много, больше 20. Да я вижу, судя по... Ну да, скоро не поместятся. Да-да, но здесь все, что накопилось за эти 20 лет, даже больше, потому что здесь есть много награды моего отца, который в автоспорте уже 70-х лет. Есть какой-то самый любимый кубок, самая любимая гонка, которая первая приходит на ум? Сложно сказать, самая любимая, но такая самая... для меня самая важная. Может быть, можно сказать, что это было, если пора ли говорить, это в 2007 году, когда в чемпионате мира я финишировал третьим венгруппой, которая была на тот момент одна из топовых классов, очень много участников. И, ну, еще из Латвии такой результат никто до этого не показал. И вторая гонка, которая, ну, такая в памяти нам всю жизнь остается, это Rally Raid. Здесь такое сделали мне приз. Это было Жан-Луич Лассер построил Т1 прототип, ну, на котором какое-то время особо никто не проехал, не показал результат. И тогда машину купили люди, спортсмены из России и пригласили меня, как бы, потестировать, проехать на машине. Ну, и это был Кубок мира по Rally Raid. И, ну, вот как ехал, так получилось сразу выиграть гонку. Первый Rally Raid в жизни. Хорошо. Может, в целом, когда расскажешь про вот это вот место, где мы сейчас находимся, чем вы занимаетесь сейчас? Да, мы находимся в Бауске, здесь наша база, уже много лет здесь работаем. Ну, да, здесь я вырос, тут рядом, и здесь работаем, но так все и продолжается. Можем зайти в кабинет, здесь я много времени провожу, строя наши машины. Здесь такие, может быть, такие самые такие для меня такие яркие моменты. Вот эта машина, «Москвич», которую отец построил в 89-м или 90-м году. Построил машину полноприводную, первую в Советском Союзе машину. Доказал, что это возможно здесь, в Бауске, в маленьком гараже. Выехал на чемпионат Европы. Выиграл этап здесь, в Бауске. И, ну, после такого результата, тогда приезжали уже из завода АЗЛК, инженеры, смотреть, как это возможно где-то в деревне, построить машину, что не могли создать в Москве. И, ну, и отец стал как заводским пилотом АЗЛК завода. Что еще тут интересного? Значит, здесь машина, на которой я первый раз выехал на чемпионат мира. Это Ford Puma Super 1600. Это была Junior VRC машина. Мы его купили из Англии. Это была первая такого уровня машина в Латвии. Ехали в латвийский чемпионат. И, как я уже сказал, выехали в Финландию. Тоже такой для меня очень важный момент. Такая первая серьезная машина мирового класса, на которой я ездил. Если так чуть-чуть помотать обратно, вот мой проект, то, что мы строим этот прототип, тоже как-то этот москвич был как мотиватором, ну, как бы, чтобы мне тоже создать что-то свое и что-то похож. Ну, и, в принципе, когда у отца было 35 лет, он построил эту машину. Ну, мы построили... А сколько сейчас тебе лет? 37. Два года назад, когда было 35, мы построили вот свой прототип. Это машина национального класса. Ну, в принципе, с ней можно ехать по всему миру в национальных чемпионатах. Слушай, а что здесь у нас? Здесь, в принципе, у нас нож-прототип на бумаге. Перед тем, как начинать что-то строить, нам надо было все это нарисовать в компьютере. Когда начинали этот проект, я не думал, что это будет настолько сложно. Но когда уже начинали, уже обратно, ну, не было выхода. Надо было все это сделать. Были такие дни, когда ты думал, что, ну, нафиг, не хочу больше этим заниматься, и вот что уже не было сил или веры, что этот проект можно будет закончить? Нет, на тот момент я был настолько, как бы, зациклен на этот проект, что я работал и день, и ночь, и просто вжил в этом проекте. И я не допустил такой вариант, что что-то не получится. Я знал, что мне надо сделать, и что я это сделаю. Конечно, это было гораздо сложнее, чем я изначально думал. Каждая труба, каждый кронштейн, все это нарисовано. Потом это из куска металла на ЧПУ делается каждая деталь. Потом на стапель все это собираем, варим. Это, конечно, не все. Есть у нас тут, не знаю, я думаю, больше 400 вот таких моделей, рисунки, где, ну, каждая деталь, вот, даже до каждого болта, ну, все нарисовано. Ну, здесь мы зашли в основном в боксе, где мы машины разбираем, собираем и строим. Ну, здесь мы видим то, что я называл стандартные машины. Это машина класса N4, раллийная. Это строено, в принципе, из стандартной машины с какими-то улучшениями. Ну, спортивные амортизаторы, спортивные тормоза. Например, вот по ходовой, там, подрамник, рычаги. Это как бы, ну, стандартные детали, которые из завода уже идет. Ну, конечно, как у всех спортивных машинах, есть каркас внутри, каркас безопасности. И, ну, по мотору тоже есть улучшение, чтобы машина, ну, была мощнее, чем стоковая. Это наш прототип Ford Fiesta NRC, которую, вот эта машина, которую мы самую первую построили. Сам кузов, это Ford Fiesta. Много, потом я покажу, много чего мы вырезаем, облегчаем. В принципе, из стандартной машины остается вот кузов, который, крылья, все снято. Это все. Ну, фары и лобовое стекло, и крышка багажника. Все остальное – пластик, чтобы сделать машину максимально легкой. Композит. Кевлар микс с карбоном. Это все панели кузова. А все, что внутри, мы видим, это чистый карбон, который очень, он прочный и очень легкий. На этой машине секвенциальная коробка. Вот у нас самсонос коробка стоит. Мы уже с ними сотрудничаем много лет, больше 10 лет. И используем только их коробки. Проводка тоже сделана специально под эту машину. Есть терчеж. Каждый штекер должен быть в своем месте. Каждый провод в конкретной длине. Все идет через PDM. Это Power Distribution Model. И управляется вот одним кейпадом, где все кнопки. Используем Rager амортизаторы. Такие же амортизаторы стоят на R5 Ford Fiesta. Тормоза используем такие же, как на NASCAR машинах. Здесь мы делаем моторы, трансмиссии, амортизаторы. Здесь, видим, разобрали от Fiesta NRC двигатель. Делаем rebuild. Ресурс мотора около 1200 километров боевых. И надо полностью разобрать. Обязательно меняем поршни и шатуны. Так, я понимаю, это уже новая версия автомобиля. Да, да. Если машина... Для этой машины мы кузов берем как донор машину 15-16 года. Этот кузов уже идет из, по-моему, 18-го года. Уже новый дизайн. Видно, сколько много тут мы вырезаем. Варим потом туннель. Ставим точки подрамников. Абсолютно с нуля делаем арки. И точки, где крепляются амортизаторы. Ставим каркас безопасности. Конкретно эта машина. Эту машину мы строим для Англии. Поэтому видно, что руль с правой стороны будет немножко такой тоже челлендж для нас. Вообще, вот если ее поставить наравне с R5, например, там, по мощности, по цене обслуживания, да, то есть, где, ну вот, можешь вот произвести сравнение с R5 автомобиля? То есть, почему мы вообще начинали этот проект? Потому что между такой машиной и R5 очень большая разница в цене и, ну, то есть, ну, разница по поезде вот такой и R5. А между ними вот есть такое, ну, да, окно. И главная идея вот построить такую машину, которая по подвеске, по динамике была такая же, как R5, но два раза, почти два раза дешевле. Да, да, то есть, если R5 машина стоит где-то 250-270 тысяч, Evolution, ну, там, не знаю, поддержанный 60-70-50, так эта машина новая стоит, зависимо от комплектации, 135 до 140 тысяч евро. По динамике она такая же, как и R5, немножко есть отличия, потому что развесовка немножко другая, мотор двухлитровый Mitsubishi, он немножко тяжелее, чем у R5, которому 1.6 мотор, но здесь гораздо больше мощности. И в этом и есть преимущество этой машины, что крутящий момент на 150 ньютонов больше и около 50 лошадей больше по сравнению с R5 машиной. Базовую машину мы можем использовать любую, которая вот катается по дорогам, просто смотрим с небольшим каким-то дефектом. Машина состоит вообще из больше, чем 2000 всяких запчастей, в том числе там их большие, как там бампера, всякие запчасти, кузов. До самого мелочи вот из этих собирается кронштейн ручника. Здесь я могу тоже показать несколько деталей, которые из карбона делаем. Максимально работаем на вес, чтобы максимально легкую машину сделать. Одно пальцем. Ну там, наверное, грамм 500, не больше. Тогда очень легкая. Вот передний бампер, если оригинальный он 8 килограмм стоит, посмотри, это 2 килограмма. Ты сейчас свою карьеру ралли закончил или еще ездишь? Как ты себя позиционируешь? Как конструктор автомобиля или как все-таки пилот? Ну, наверное, больше как конструктор, тренер, руководитель команды. Потому что я уже, ну, я езжу какие-то отдельные гонки, маленькие ралли-спринты. Это просто для своей удовольствии и, может быть, чтобы проверить, потестировать машину, настроить машину. Есть ли у тебя какая-то мечта или вот цель, которую ты поставил и очень хочешь достичь вот в плане ралли-карьеры или в плане конструкции автомобиля? Был у меня, да, цель построить свой прототип, на который я очень много работал, старался. Мы это сделали. Но сейчас такого конкретного нет. Наверное, цель такой улучшить наш проект, нашу машину до такого уровня, чтобы я сам, который знает все нюансы, чтобы мне не было больше вот это не сделали, это можем получше, чтобы все было сделано четко, чтобы эта машина работала. Ну и, может быть, продать или построить эту машину для какого-то пилота или дать проехать, чтобы вот выиграть чемпионат. Круто. Желаю вам удачи в этом. Да, спасибо. А у меня все вопросы закончились, поэтому на сегодня все. Спасибо большое за интервью. Было очень приятно и интересно слышать. А с вами был Данила Белоконь, Maris Nexions, команда Автонюс. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова